Пять месяцев уже прошло с того времени, как Пальенко был заключен под стражу. И это, конечно, непропорциональное меропресечение по данному делу. Нельзя забывать о том, в связи с чем вообще возникла эта проблема, Пальенко вместе с другими лицами реализовал свое право на мирное собрание. И поэтому отношение правозащитников к этому делу будет формироваться, в том числе исходя из того, насколько будет сегодня справедливо рассмотрено уголовное дело и приявленное обвинение. Я считаю, что Дмитрий никогда не хотел нанести никаких повреждений сотрудникам милиции, никогда не хотел прищадить насилие. Возможно, когда он защищал своего друга на велосипеде, что-то могло произойти, но чтобы именно целенаправленно нанести насилие в отношении сотрудников уголовного правопорядка нет. Я думаю, что Дмитрий не мог этого сделать.